Последний решающий матч группы А это РО-16 WCS Global Finals. У микрофона остался только один Каби, который все еще пока что живет и будет комментировать для вас противостояние Су и Шоу Тайма. Матч, в котором Алигулок дает 60% на победу именно немецкого протаса из команды Мейкерс, который появляется в правом нижнем углу, который выдал потрясающую серию против Дарка на старте этого игрового дня, но остался буквально в одном шаге от победы. Посмотрим, что будет в этот раз. Пока что мы видим, что Су проедает минеральчик. Шоу Тайм проехал свой минерал, не стал его трогать. Собственно, не будет пытаться на Сандерберде блокировать Хэтчери, ну, наверное, потому что слишком большой рождистанс и просто после гейта едет вперед. Стенка у него на натурале. Видели одно зафатонивание в стартовом матче, но пока что без подобных мер обходится Шоу Тайм. И в целом, видимо, будет играть относительно стандартно. Огромные проблемы показал Дарк в стиле игры Шоу Тайма и конкретно в его умении противостоять свармхостам из Нидуса. Очень интересно, будет ли ИСУ использовать подобный стиль. В моем понимании это не совсем соответствует его собственному стилю ЗВП, но при этом вполне возможно, что он постарается адаптироваться и включить хостов в свой геймплей. Увидим совсем скоро. Пока что Су ставит раннюю третью Хэтчери. Долл Королев, соответственно, получит чуть больше крипа. В целом, именно на Сандерберде это, наверное, не очень важно, но некоторые зерги предпочитают играть именно таким образом. Тем временем здесь под бустом Адепт. Достаточно традиционная ситуация. И Шоу Тайм, не смущаясь дрона, ставит Старгейт дома. В общем-то, это именно тот стиль, в котором он сыграл большинство своих игр против Дарка. Именно Старгейт и, соответственно, 3-4 Оракула, Феникс. И попытка этими Оракулами не ставить ловушки, как делал Статс. Собственно, Крит объяснял, что большинство современных карт не подходят для этого стиля, а просто-напросто вырезать сначала рабочих столько, сколько возможно. Ну, а потом Ревелэйшн, в том числе и на люркеров, которых мы успели понаблюдать в одном из сетов. Ну и теперь остается понимать, как будет играть, в первую очередь, зерк в этом сете. Пока что два Адепта прилетают и отрабатывают очень неплохо. И, собственно, уже на старте забирают трех рабочих. И, более того, вполне возможно, даже уйдут отсюда живыми. Одного просадили до желтых ХП. И здесь уже Шоу Тайм готов закрывать стенку. Тем временем несколько медленных лингов бегут вперед. Такой поздний мув у Суна. Это как раз понятно, потому что он ставил очень раннюю третью хэтчер. А, так, погодите. У него поздний мув настолько, что... Мув делается настолько поздно, что, возможно, даже никогда. Я так понял, что 100 газа только сейчас набрал зерк. И перестал, нет, не перестал его добывать. Одним рабом добывает. По-прежнему скорость не заказана. Тут вылетает Феникс. В принципе, разведывать оверлордами ему вообще особенно не нужно. Потому что он уже видел Феникса и так. И постановку Сторгейта он видел рабочим. Так что тут нет большого смысла в этом. Тратить 75 на 75. Ну вот отсутствие муву лингам. Это, конечно, интересная история. Сейчас еще посмотрим на лингов. Конечно, может быть, я ошибся. Но вроде бы они медленно бежали. И вроде бы не было у них крылышек. Тем временем тут пара адептов запрыгивает на третью базу. Где внезапно совершенно ничего нет. Очень халявно, конечно, играет зерк. Вот прибегают его линги домой. Нет, они все-таки с мувом. Я, видимо, криво понаблюдал. Я уже предвкушаю огромное количество экспертов на ютубе, которые, в отличие от меня, все заметили. Наверное, они еще и так же проснулись в 6 утра и комментировали уже восьмой час к этому моменту. Но давай. Опустим эти никому неинтересные подробности. Ревелэйшн на натурал. И Нидус. Нидус на натурале от Су. Но мы-то прекрасно видим, что это не та же самая стратегия от Нють. Здесь огромное количество именно королев. Шоу Тайм срочно пытается достроить Иммортала. А тут-то пошел шпиль. Я же вообще не понимаю, как все это комбится. 14 дронов. Это Нидус для устрашения, по-моему. Это Нидус, ну, который, в принципе, ничего не должен делать. То есть тут можно на шару кинуть на мейн куда-то червя. В расчете, что... Ну, если прокатят, то забегут собаки. Но, по сути, он просто показал этот Нидус и не собирается его использовать. Там дальше шпиль и дроны, камон. У него 14 лингов на карте. Очень интересный поворот. Такой прям... Я не припомню, чтобы я когда-то видел обманку именно Нидусом, но... Довольно символично, что Су, которого мы... Ну, я, в частности, сегодня называл довольно предсказуемым, неинтересным и неизобретательным игроком, показывает нам вот такое нововведение в мету. Ну, а тут тем временем Твайлайт, Фарджа. Вы знаете, похоже, Шоу Тайм не купил то, что Су пытался ему продать. То ли он банально не обратил внимания и не успел крикнуть, что это вообще Нидус строится. Ну, то ли он с покерфейсом сидит и... Раскачав три базы, подстраивает по чуть-чуть армию, потому что вот это все отлетело бы, скорее всего, от Нидуса Лына. Там гейты только сейчас добавляются, только чардж заказан. От Нид не быстро. Да, нам показывают, что Шоу Тайм видел и шпиль, и подстраивает фениксов. Тут вылетает мута. Пошли батарейки в минеральных линиях. Хорошо готов протас ко всему этому. Тут можно и рабов сжечь. Всех не получилось, только два дрона погибают. Ревелейшн на развороте. Там один оракул очень пробит, и у него в буквальном смысле один хп, но он успел улететь. И здесь тем временем мута, которая, правда, прилетит на батарейку, все равно, конечно, что-то может убить, потому что она банально ваншотит этих пробок. Но в любом случае, тут уже есть фениксы, которые под батарейками вполне могут помочь справиться с этой проблемой. Но интересно, что Су-то все равно делает апгрейд на атаку и продолжает строительство муталисков. В принципе, учитывая, что у Тоса только один Старгейт, я думаю, что вполне реален сценарий, при котором он может и не отбиться на чистых фениксах. От мута карапторов, в которых собирается играть в Су. Су, видимо, посмотрел, как играл против него Дарк, ему понравилось. Решил, что если уж что-то работает против такой имбалансной расы, как Зерге, то против Протаса должно просто в лед заходить. Поэтому будем смотреть мут карапторов с апгрейдами. Прилетают первые карапторы, фениксам сразу становится грустно. Начинают они прятать тело свое в утесах. Ну и здесь, конечно, не спасти будет Нексус от меня этого шоу-тайма. Даже заранее можно было еще побольше времени чуть-чуть выиграть, но, наверное, хотел, чтобы без неожиданностей. Интересно поделил армию Протас, тут у него хороший товар обсталкеров, а вот все, что не бьет по воздуху, плюс Архоны, ушли в контратаку, убивает он пятую базу, но этого, наверное, пока мало. Рекол какой классный. Ну, Зилаты могли бы со мной и не согласиться, но всем остальным, думаю, Рекол должен был зайти. Там, тем временем, четвертый на Эксус. Шоу-тайм себя суперуверенно чувствует. Жаль, конечно, минеральная вот эта линия не блочит. Прилет Муты, поэтому Мута все равно оказывается на третьей базе. Здесь параллельно Линги ловят Архонов, как ни глупо это звучит, и, похоже, их-таки сожрут, потому что не хватило там именно Зилатов, сюда товар погромный сталкеров. У Муты и Карапторов вроде должны начаться проблемы, но начинаются они как-то очень поздно, примерно как когда вам в интернете в матчмейкинге кто-нибудь обещает в реальной жизни проблемы. Тоже можно долго ждать, когда же они на самом деле уже начнутся. Ну и вот у Муталисков такая же ситуация. Они что-то все летают, все бьют, Фениксы лопаются, Сталкеры лопаются. А трудностей-то вроде не было и нет. Там тем временем уже хорошая такая батарея из плеток. Наверное, даже и Морталы сквозь нее не пробьются, учитывая, что есть еще и Линги. Весьма необычный стиль демонстрирует Су. Сама по себе Масмута для нас, особенно на СНГ-сцене, отнюдь не новость. Блай так играет нередко, но именно с добавлением Карапторов это весьма интересный вариант. Ну, возможно, потому что все-таки там с Трагитой, но в любом случае работает и прекрасно. У имморталов закончилась обилка Шоу-тайм, скорее всего, их всех сможет спасти с помощью своей варп-призмы. Здесь тем временем залетают Оракулы, ну, Газ это, конечно, важная цель. По факту они могли бы и Хату выпилить. Он начинает сутерять. Да, не доконтролил Шоу-тайм, к сожалению. Начинает сутерять внешняя база, но его три по-прежнему работают. У Шоу-тайма три тоже работают. Парабам 57 на 50. Но у Протаса очень мало газа, он не может себе позволить новых Орхонов. Одного где-то там по сусекам наскреб. И этот Колобок в одиночку, наверное, не справится со всей летающей нечистью. Однако здесь уже хороший лимит. Теперь есть Зилаты для того, чтобы принять на себя Линков надо Орхона спасти. Успевает спасти красиво. по максимуму достраивает Су именно Муту, ориентируясь на бейстрейдовую аксиому о том, что при любом размене базами Муталиски выигрывают. Ну и Муталисков тут очень много, это не первые Старкрафты. Здесь Мута порвет на британский флаг этих Орхонов. Там она бы уже была мертва, но это другая игра. Погибают Орхоны, погибает призма. Джи-джи пишет Су. И ой, почему Су шоу-тайм, конечно. Су, может быть, в ответ тоже успел написать. Это, как известно, самый сложный скилл в Старкрафте. Успеть написать Джи-джи до того, как соперник выйдет из игры. Не знаю, насколько хорош в нем Су, но в ЗВП определенно неплохо. без свармхостов, смс-регистрации он оформляет себе счет 1-0. Очень хороший задел для будущей победы в этой партии. Шоу-тайм вроде бы хорошо играл, тем не менее оказался просто не готов к Масмуте. И, кстати говоря, очень интересно будет посмотреть, если серия будет продолжаться в этом же ключе, потому что, в принципе, определенное время назад как раз я сталкивался с проблемой Масмуты в матч-апе ПВЗ и пришел к выводу, что на самом-то деле ну и не так легко ее Феникс и Контриты, ну и в целом не все так однозначно с Мутой в матч-апе ПВЗ и интересно было, почему так никогда не пытаются играть на профессиональном уровне, но вот может быть сегодня мы получим ответ. Пока что мы только получили подтверждение, что это и правда может работать. Что ж, без всяких пауз отправляемся в сет номер 2, ну как обычно, перерыв обычно бывает после третьей карты. И красный зерк справа сверху ведет со счетом 1-0 СУ, которому большая часть любителей и экспертов, если предложить, что в аналитике StarCraft 2 есть эксперты, то в основном все эти люди предрекали поражение СУ в этой группе и даже последнее место. Но пока он выступает не так плохо. Напомню, что и статистическая платформа Али Гулак считает фаворитом именно Шоу Тайм и здесь. Сам Шоу Тайм не факт, что считает себя фаворитом, он аккуратно так в интервью сказал, что против Дарка все было неплохо, СУ вроде бы послабее, наверное, шансы есть. И хорошие, но Шоу Тайм также из тех игроков, которым, к сожалению, что-то мешает выступать на турнирах на именно максимум своих. Ну, сложно сказать насчет возможностей, но, по крайней мере, результат не добирает до того, что хотелось бы видеть. И здесь вот такой вот поворот, СУ будет играть хату, причем это, по идее, именно так называемая Блаевская хата, то есть хата дома, хата у соперника и затем пул. Но проблема в том, что Шоу Тайм сам готовил зафатонивание, и его форжа не только поможет ему отбиться дома от этой хаты, но и зафатонить в ответ. В принципе, конечно, многовато пилонов тут требуется, но Шоу Тайм по идее должен часть из них отменять. Партинг недавно как раз на этой карте фотонил. Отменяйте пилоны, нельзя же их достраивать, зачем? Не понимаю, почему Шоу Тайм их упорно достраивает, по-моему, это лишние инвестиции, в конце концов, можно их перезаказать, чтобы потом отменить, но, может быть, он не так уверен в своем микро, как Партинг, например, чтобы исполнять подобные вещи. Ну и Су будет играть с плеткой. Любопытно, будет ли она работать сверху с криптомором или же пробивать внизу. Ну а здесь решил с Зилотом, а не с фотонкой дома играть в Шоу Тайм. Но оба варианта имеют право на жизнь. Зачем третья фотонка, я не знаю. Может быть, от перекапывающейся плетки она поможет, честно говоря. По-моему, это совершенно пустое вложение ресурсов. посмотрим. Может быть, игра докажет, что я не прав. Пока что это самая третья фотонка на середине готовности. Ну вот, что она дает? Может быть, он ее отменит просто? Хата погибает просто и без этого. Вроде бы, отменил. Но это не точно. Если покажут фотонки, увидим. В свою очередь, Су поставил Роуч Ворон, но странным образом не поставил второй газ. Поэтому я, признаться, не особо вообще понимаю, что он делает. Единственное разумное объяснение заключается в... А, это Роуч был вот здесь, и что, ради него Роуч Ворон? Там один Реведжер завернут дома. Один Реведжер будет, конечно, лет 500 выбивать этот блок. Пока мне совершенно не очевиден план Су, но конкретно этот Роуч, конечно, работает неплохо. Целого Зилата убил. Здесь, собственно, скоро будет батарейка, есть уже сталкер, так что Роуч на этом и закончит. Два киллса у него. Это все равно нормально. Он-то стоит сам 75 на 25, он убил на 150 минералов юнитов, заставил еще часть рабов покататься. Это абсолютно ок. И Су просто выходит, ставит третью и играет типа макро. Вот такое позднее. Достроил шоу-тайм Фатонку. Удивительный человек. Может быть, расчет был в том, что типа когда эти две выбьют, останется еще одна, но поскольку она не достает до хэтчера, я не понимаю ее ценности. Ну да ладно. Как говорится, протос большой, ему видней. Особенно этот. полетел вперед оракул. У шоу-тайма есть просто инфа о том, что соперник очень медленно играет, переходит в неспешные технологии, он видит реведжеров, видит, что они пробивают ему Фатонку. А это что значит? Это значит, что они не идут вперед. И, следовательно, можно дома никуда не спешить с вайдрейами и просто-напросто играть стандартную тему с оракулами. Этим пользуется как раз шоу-тайм. То есть он пропускает юнита, который не пригодится потом, потому что вайдрей это очень такая ограниченная инвестиция по времени. Ой-ой-ой, вот это было очень досадно. Теперь как рабов-то сюда перевести? Да это 1-1, по-моему. Там Блай в чате угорает над попыткой шоу-тайма заблочить. Я, правда, смотрел недавно игру Блая против шоу-тайма и он действительно не блочил ему. Есть у нас такая игра на канале YouTube Каберейдж про Блая против шоу-тайма. Видео называется «Умный в стену не пойдет». Ну, вернее, так на картинке написано. Про то, как надо пробивать надежного немецкого протоса с никнеймом Шоу-тайм и с прозвищем Стена. Су явно это видео не смотрел. Не такой продвинутый, как партинг, который смотрят всякие макс-пакс-билды. но может быть жизнь научит, а может быть суп пойдет в армию. Как бы то ни было шоу-тайм продолжает роботиксом. Здесь у зерга все еще колоссальная проблема. Не может на собственно третьей базе добывать. 37 дронов, которые работают на мейне, ну и правда на натурале, который таки достроился. Фотонку, да, вот крайне полезная фотонка, обратите внимание. Нет, но она в принципе как элемент интерьера это норм. Вполне себе органично смотрится. Экликтичненько так. Тут вроде везде крип, оп, фотоночек. Что-то в этом есть. Как иллюстрация к роману «Американская ржавчина» опять же подойдет. Внезапно попадается шоу-тайм. По-моему, первый раз за все его ЗВП этого игрового дня у него такие явные проблемы совершенно на ровном месте, когда его армия просто оказалась впереди вне позиции. Была специфическая ситуация с Дарком, когда собак он зажал форсфилдами вместе с сентрями, но там скорее просто времени на реакцию было очень мало из-за того, что линги были с мувом. Здесь все не так плохо. В плане сентрей не так плохо, но был отдан сталкер и в целом, конечно, неудачный был эпизод для шоу-тайма, который, казалось, сейчас вообще может катастрофой закончиться, но в итоге собаки так и не прорвались вперед. Ну что ж, су давил количество рабочих хоть до какого-то приемлемого прожиточного зерговского минимума. 51 дрон у него и дальше он заказывает роучей. Ну это традиционный суг таркрафт, вот так вот это назовем в матчапе ЗВП, то есть просто массив роучер ревейджеров на 50 дронах. Честно говоря, обычно су это делал, когда его улынят. Сейчас его очевидно не улынят, но сейчас он также очевидно находится в огромном отставании и будет пытаться просто использовать свой боевой лимит с помощью Нидуса. Шоу тайм на самом деле довольно хорошо свой мейн контролирует. Вроде бы у него там то ли нет слепых зон, то ли совсем узкая слепая зона над третьей базой. Летает. Ооо, превелэйшн зацепил Нидус. Ну тут теперь инфа 100%. Надо подбустить чардж, подбустить имморталов. А куда пошел то Шоу тайм? Да он Нидус видел же. Он просто ждет Нидуса здесь вот перед третьей, что ли? Ну, не угадал. Нидус с другой стороны. Правда ревелэйшн показал его местонахождение. Армия вся оказалась на позиции. Шоу тайм решил ретироваться за стенку. Форжа ему не особо нужна. Апгрейд уже доделался. Кибернетка в целом нужна, но типа чарджзил это без нее варпаются. Имморталы без нее строятся. Архоны тоже. Ну и зачем это бесполезное здание? Только стоит место занимает. Совершенно согласен с Протосом. Тем временем не напасть оракулами на ревейджеров из-за того, что куча королев. Кстати говоря, после того, как увидел шоу тайм, где Нидус он мог бы попробовать кинуть ловушку своими оракулами сюда перед натуралом. То ли не успел сориентироваться, то ли в общем решил, что это не нужно. Оракулы так влетели, вырезали пару ревейджеров. Даже под королевами вполне могут себе позволить. А вот это вот именно ловушка кажется пошла или нет? не ловушка. Все-таки это был луч по королевам. С огромным пасом отбивается тут шоу тайм. Не вижу особо для сухаутов. У него есть там какой-то боевой лимит, но это все бесполезно и роучи. Думаю, что фактически эта игра уже сыграна. На шоу тайм будет играть в стиле Зеста, видимо, добавляем. Еще одну форджу, ну в смысле первую мосту вбитой. Новые гейты, будет мастить боевой лимит, но все равно эта игра не должна продлиться слишком долго. Там 4 батарейки кстати было еще, которые позволили архонам пожить, имморталам пожить. Су пытается просто получить максимум боевого лимита. Что ему еще по сути остается? Можно попробовать подловить соперника на каком-то выходе, если армия пойдет вперед, закинуть Нидус. Су как раз такой Нидус кидает, потому что армия как раз пошла вперед. Все звучит и выглядит очень логично. Снова есть ревелейшн, армия соперника видит Ротас. Интересно, есть ли у Протаса обсервер, чтобы еще чистить крип. Есть обсервер, но возвращается армия домой, не хочет рисковать. Шоу тайм предпочитает просто сражаться. У него преимущество по боевому лимиту. По качеству, по количеству то нет, потому что 115 на 90, но тут архоны и морталы и 4 Нексус уже ставятся. позиция у шоу тайма шикарнейшая. Не впервые, не впервые, правда, но когда Дарк был в отставании, у него было 15 хостов в отставании по рабам усу. В принципе, есть вот эта вот огромная куча роучер реведжеров. Не говорите мне, пожалуйста, что она сейчас все это убьет. Это будет просто против логики. Фатонка не достроилась. Форсфилды весьма приличные, как по мне потихоньку разваливаются роучи, очень тяжело им стоять против шести имморталов, все остальное погибает, но имморталы на то и имморталы, чтобы быть бессмертными. И реведжер пока живут, но и им, видимо, недолго остается, в Ниду с нами надо было бы уйти, но я думаю, что Супр просто понимает, что уходить-то ему некуда. Или просто кайтит зилатов до последнего. Вообще-то у него там ставится четвертая база, если он не собирается дальше играть, зачем ставил? Не собирается дальше играть, зачем ставил, неизвестно. 1-1. Тем временем от Блая подъехала инфа, он говорит, что Фатонка нужна, и она дает инфу по газам на натурале. Интересный поинт. Действительно, Фатонка даже обесточенная не теряет вижен. В таком случае не вполне понятно, почему ее не убил Су. Интересно, возможно ли сценарий, при котором он не заметил ее? В общем, все это довольно забавно. Как бы то ни было 1-1, и Шоу Тайм сохраняет шансы по-прежнему на WCS, и мы сохраняем шансы получить одного, первого не корейского представителя в плей-офф в Анахайме 1-го ноября, ну или технически в ночь с 1-го на 2-е ноября по московскому и украинскому и киевскому часовому поясу, когда пройдут финалы. И все в один день в этот раз будут играться финалы в стиле ивентов WCS, вернее, в стиле ивентов WCS Challenger, потому что обычный WCS все-таки разделен. Хотя нет, погодите, плей-офф-то там сложно, все было с нокаут-брекетами, сложно так напрямую в общем соотнести. Не будем этого делать, будем лучше смотреть за третьим сетом противостояния Су и Шоу Тайма. Су проявляется в правом нижнем углу. Представитель южноамериканской команды Чиво. Чиво СС. Я даже не знаю значит ли это подразделение Старкрафта, но по-моему нет. В общем это все в любом случае не очень важно. Шоу Тайм представляет команду Мейкерс. Я не уверен, что кто-нибудь на самом деле точно знает, что это название читается именно как Мейкерс. Но вроде бы все сошлись именно к такому произношению. Это итальянская организация и у них часто используются такие аббревиатуры, которые не на 100% ясно как читать. Шоу опять и с той и с другой стороны повторение судьбы. Снова гейт форджа, снова блок хатой. Су считает, что проблема была не в билдордере. А может быть просто не верит, что Шоу Тайм будет ставить форжу второй раз подряд, но фишка в том, что Шоу Тайм поставит форжу уже после того, как увидел, успевает немец и вздыхает. аудитория прям как в Фифе, знаете, озвучка, когда мяч проходит рядом со штангой. Достраивает Сухату, несмотря на то, что я зафотонил Шоу Тайм в этот раз, отменяет пилон. Видимо, у него лучше поставлено зафотонивание именно на Винтерс Гейт. Но он здесь фотонил и в предыдущем сете. Дожили, да? Шоу Тайм приехал на WCS и фотонит в каждой первой игре. Э, где вообще честь протасовская. Но обратите внимание, что Су ставит третью очень рано. Поэтому ему, по сути, не очень важна эта хэтчера. Он просто на ней закажет оверлорда. Ну и в этот раз другой крип на Винтерс Гейт. Можно поставить плетку наверху. Вот только есть проблема, да. Так такие вот дела, господин Су. Есть проблема, называется пробка. есть такой порошок, с ним летать хорошо, называется Порох, как пел эти старые песни. Пробка пока живет, теперь ее наверх уже не пустят, потому что есть лингена. Плетку пришлось заказать подальше. Ну, кстати говоря, она бы по Минерал Вог все равно проехала и убили бы этих собак фотонки. В итоге отменена хата, миссия этих фотонок выполнена. В этот раз зафотонивание сделано куда меньше ценой, потому что всего два пилона две фотонки. Ну, корейских зергов, похоже, не в моде олынить против зафотонивания, поэтому мы снова видим не продолжение в два газа ревейджера или в нидус, а именно просто третью хату, то есть зерги смиряются с тем, что ценой 500 минералов протоз отменяет мхату и продолжают играть стандартно. Тут фотонка еще бог знает зачем это меняет газ, который убит еще к тому же второй газу достроил, что происходит? Я так понимаю, что там спасался дрон короче наркомания какая-то на наших экранах, тут 9 рабов добивает газ, су по-моему на ходу придумал этот билд, это все выглядит весьма странно и пытается он что-то накреативить, возможно не самая хорошая идея, когда соперник играет в четко подготовленные вещи. тем временем тут опять вот такая фотонка в этот раз решил ее су все-таки убивать. Она правда как раз до газов виженом теперь в такой позиции вряд ли доставала, но ничего страшного. Прилетает первый оракул. Шоу-тайм опять же имея инфу о том, что соперник играет через хату пропускает воидреев стадию воидреев которая у него была в матче против дарка и сразу переходит в свой золотой стандарт в оракулов фениксов 40 пробок у него уже 3 адепта сталкер все замечательно по таймингам по технологиям весьма комфортное положение в игре когда у тебя насыщены две базы во всю работает старгейт а оппонент достраивает третью хату и только что заказал в каждой игре бы так но для этого надо просто стать фотонщиком говорит шоу тайм на что вы готовы ради победы старый добрый вопрос обыгранный в огромном количестве художественных произведений обычно в них участвует дьявол или какой-нибудь его агент не знаю кого из лора протасов можно считать дьяволом наверное знатоки у нас найдутся а тем временем под пуш адептами решил провести шоу тайм это никакие не жесткие адепты с глейвами это вовсе не билд там партинг тройб харстома это просто выход вот такой адептами шоу тайм просто сидел варпал адепт теперь пришел пришел и ушел вот собственно и вся история они вряд ли будут складывать баллады веках и это не очень героическая сага но в это время правда семь рабов погибло и по всей видимости на оракулах потому что адепты по-моему до минеральных линий вообще не добрались ну а тем временем су понял что пришло время сильных стратегий и просто напросто заказывает инфестейшн пит ну и понятное дело нидус вот только есть проблема линги оказались совершенно не там ну или не тут это уж как посмотреть ну и в итоге адепты забирают еще трех рабов заставляют все это дело немножко покататься проскакивая тени адептов по идее должны были увидеть также и нидус и у шоу тайма сейчас должна быть полная инфа о том что происходит правда у него похоже не все оракулы выжили поэтому нету такого уж хорошего инструмента чтобы убивать эти нидусы посмотрим как шоу тайм отреагирует пока у него был такой конкретный прям кризис идей как мне кажется как против играть то есть в какой-то момент вроде и получалось когда там архоны под батарейками под гардиан шилдом но рано или поздно все равно ситуация выходила из-под контроля в итоге полетит сейчас первая волна локустов пошли действительно новые батарейки есть есть еще один нидус на случай если дробь когда погибнет этот пока вроде бы приемлемо отбивается шоу тайм просто проблема в том что опять же локуст это бесплатно и любой такой размен с армией плюс зерку подходит шоу тайм выбивает нидус не единственное понятное дело но есть инфа о том где новый но только вот с таким количеством войск не факт что готов шоу тайм сражаться все таки он часть на локустах отдал адепты могли бы за минеральную линию тень пустить но они просто остались на крипе почему-то значит полетят локусты ничего не поделаешь первому не повезло именно зилу то здесь будет попытка зафокусить имморталов это не самый плохой вариант потому что имморталы под пассивкой для протасов потом их спасают призму потом они высаживаются под батарейку в итоге волна локустов потрачена и сработала не лучшим образом но тем не менее там погибли какие-то зилоты адепты и поэтому спускаться вниз уже не так комфортно новый нидус феникс должен видеть сюда выходит пара зилотов но выходит поздно но локуст это пока на кд но тут и роучер эвэйджеры не дают на эту армию напасть и вот опять эта ситуация двукратный боевой лимит вроде рабочих меньше как и ударка су делает это все там на 50 дронах то есть видимо именно в этом задумка стратегии чтобы боевой лимит был достаточно большим в том числе и по роучер эвэйджерам и эти роучер эвэйджеры в итоге таки завершают игру потому что локусты дают очень хорошее преимущество но правда здесь и сейчас не факт что суп пробьет все-таки здесь есть еще три иммортала призма батарейки четвертый им выходит но в любом случае он-то ничего не теряет вот в чем дело он теряет только бесплатных юнитов очень хороший сценарий и это при том что такие хорошие были расклады по таймингам в начале игры у шоу-тайма спасает он юнитов насколько это возможно минус кибернетка минус второй апгрейд на атаку почти готовый да тут есть оракулы они могут рулоку сколько-то там порезать но здесь размикрить такую армию конечно же не выйдет это невозможно gg пишет шоу-тайм прискорбно смотрелось то что мы только что видели и к сожалению я не могу определить проблемы ли это шоу-тайма или проблемы ли это протасов в принципе на данный момент у крит говорил о том что все протасы имеют трудности с хостами но тем не менее прям не каждая первая звп на свете мы видим через хостов поэтому видимо какие-то другие стили должны быть менее уязвимы но су конечно очень грамотно давит на мораль немецкого протаса в этом сейте в первых двух он обошелся без этого но вот смотрите один выигранный сет хостами один выигранный сет масмутой с караптерами вот вам и неизобретательный су посмотрим что будет дальше прямо сейчас по идее должен быть перерыв судя по обычному стандартному течению игр но затем су и шоу-тайм выяснят кто же все-таки станет вторым игроком в плей-офф глобал финанс перерыв подошел к концу продолжаем четвертый сет шоу-тайм против су и вот так вот он начинается су хочет эйсом выражаясь теннисной терминологией завершить этот матч и шоу-тайм конечно ничего об этом пока не знает но учитывая что он поедет в разведку против гейта он естественно получит нужную информацию вопрос когда вопрос успеет ли он отреагировать вопрос не потратит ли он ресурсы слишком рано на что-то другое но как известно 12 пул без газа это вполне себе макро опенинг как не усмехаются на это утверждение обычно представители других игровых рас особенно не высокого уровня потому что собственно большое количество лингов как правило не строится ставится спокойно себе хата королева позже и задача лингов просто обеспечить преимущество в ранней стадии игры достаточно стандартный ответ на это это два гейта что собственно и делает шоу-тайм и это позволяет перекрыться с тем чтобы дотерпеть до зилота уж не знаю что там с бустом шоу-тайма вероятного первый буст уже успел потратить в nexus к тому моменту когда нашел этот прокси но в любом случае зилот более или менее успевает особых проблем шоу-тайма не должно быть расчет просто в том что его nexus получится позже в сравнении с тем как хата построилась усу ну и здесь какое-то время понятное дело можно будет погрызть кибернетку потому что пока зилот один далеко выходить он не может пробочка тут находится с тем чтобы если что забежать кибернетка под ударом и по всей видимости будет пробита шоу-тайм может попробовать здесь и сейчас что-то заложить технологичное но он просто закладывает кибернетку номер 2 вслед за этой перекрывается дополнительным пилоном су достаточно сильно сам вложился в эту атаку в итоге он не 6 лингов сделал а все 10 поэтому и шоу-тайм может себе позволить вот такие вложения но его окружают окружают ему зилотов какая ошибка от немецкого протаса и адепт успевает конечно появиться но в итоге адепт теперь будет привязан дома вместо того чтобы полететь харасить с зилотом перекрывающим стенку один адепт вынужден стоять дома и неприятный эпизод я думаю шоу-тайм там хотел осторожненько подмигрить и проскользнуть обратно в стенку но не вышло этого сделать в итоге тут такая дурацкая стенка получилась в теории можно было вообще попробовать пробелинг бастить но довольно рискованно это вполне буквально один форсфилд может закончить такой бейлинг баст ну а шоу-тайм тем временем продолжает в старгейт дома ну а ну а наконец-то может выпустить своих адептов вперед но они бы уже давно были здесь если не погибли зилы теперь теперь нет нет смысла жалеть об упущенных возможностях тут всего три линга но шоу-тайм не хочет прыгать все-таки есть еще квина пошел пилон для контроля мейна ну и понятное дело для лимита потому что nexus еще не готов задержанный второй nexus в том числе и в этом проблему собой представляет что поздно лимит он дает но в итоге таки проскочили адепты на мейн заберут лингов заберут пару дронов и улетают вполне себе невредимыми есть третий адепт дальше шоу-тайм продолжает фениксом пойдут оракулы скорее всего не будет меняться рисунок игры довольно странно почему так учитывая что его раз за разом катают одной и той же стратегией но видимо шоу-тайм видит какие-то огрехи именно в исполнении этой стратегии не буду даже пытаться их определить если вдруг шоу-тайм победит может быть он что-то расскажет об этом в интервью если нет то он точно что-то расскажет об этом в твиттере так что мы с вами в любом случае узнаем ну и здесь тем временем эволюшн апгрейд нам только заказан это один из минусов конечно стратегии в пул 12 что газ добывается довольно поздно третья хата тоже прямо скажем не ранняя ну и теперь добавляются спорки там пошел роботекс через апгрейд на коготь будет играть в этот раз это в целом говорит о том что видимо не хосты хотя в принципе все возможно в королевстве корейском которое конечно ни разу не королевство а республика но для красного словца два адепта остались ненадолго буквально забрать трех дронов но довольно дорогой был этот заход честно говоря тем временем достроился роботекс пошел третий nexus оракулы новые добавляются ну и лейр заказан у зерга я не знаю на мой взгляд плюс-минус игра выходит в стандартном ключе вроде на старте зерк неплохо похарасил потом какое-то преимущество было у шоутайма с ранним строгейтом но теперь достроилась у зерга третья 58 дронов не видно чтобы он особо был в отставании ну есть там оракул но поздний ему флингал ну и что теперь роуч ворон бейлинг nest видимо тут что-то типа роуч ревейджера бейнов собирается играть в су в таком случае он явно метит на какой-то мидгеймовый тайминг но правда 63 раба уже то есть практически раскачана локация ну и четвертое отменяется как раз тот прием который шоу-тайм показывал нам против Даркона тогда он всеми четырьмя оракулами это делал в этот раз оракулы поделились один из них летает за лингами причем возможно даже на рейдклике летал но теперь уже нет теперь они все объединяются где-то на крипе и даже не знаю что будет дальше делать сейчас посмотрим тут надо шоу-таймы не завтыкать ну что ж случилось то видимо шоу-тайм засыпает что ли я не знаю настолько круто вот это все делал в матче против Дарка почему сейчас то пошли такие сливы просто на ровном месте окружают ну понятно что там секунды есть какие-то на реакцию но это все таки финальная часть чемпионата мира обидно очень много мы хвалили матча стартовым стартовый матч шоу-тайма здесь конечно ему самому еще обидней и как раз совсем недавно в дискорде у Алекс мы вели с одним товарищем беседу вот он наверное тут же пошел бы на сервер к шоу-тайму и сказал а шоу-тайм как ты тут плохо сыграл смотри и вот тебе в твиттер еще чтобы ты точно знал что мы считаем что ты сыграл плохо ты же сам не понимаешь вот но конечно шоу-тайму здесь обидней всех это он а не мы с вами несколько недель готовился к этой группе с тем что может чтобы может быть не выйти из-за нее из-за того что к нему просто пробежали через стенку линги из-за того что у него были сентри но он не успел кинуть форсфилды очень жалко если все так и завершится а все к сожалению к этому идет потому что там четвертая хата поставлена но уже заказаны роучи уже есть апгрейд плюс 2 на коготь в продакшене и близится момент атаки на 200 лимита пока что это просто линги бегают да у них есть апгрейд на коготь но там нет еще ни бейнов ни реведжеров скоро все это появится единственный позитивный момент что все еще на карте оракулы но отставание по экономике конечно очень большое шоу тайм пытается выйти вперед что как-то напрячь оппонента на четвертой хате но тут три королевы куча реведжеров я думаю что для шоу тайма игра переходит в улыновую стадию ну или по крайней мере он обязан нанести очень много урона если как-то выбить королев можно попытаться реведжеров профокусить оракулами ну полетело на оракулами просто убить рабов если их не потерять отвести битого а не одной рамочкой управлять не получается шоу тайма это сделать 10 дронов то убито это хорошо но один из оракулов потерян а здесь вся вот эта жесть уже идет к нему и из инструментов обороны есть один иммортал и там заказана мута очень жестко играет су я такую игру ожидал увидеть от дарка дарк так не играл дарк играл совершенно в другом стиле а вот су так играет и убивает своего собственного реведжера корозив байлами ну еще 8 раз по столько и шоу тайм наверное сможет отбиться фишка в том что он от этой атаки может быть и так отобьется но там мута уже летит а здесь по воздуху бьют ну в принципе несколько сантри такая вот печальная история да ну и есть один феникс ну что ж шоу тайм много готовился мы об этом знаем много играл против сэрла рейнера и лейзера изучал своих корейских оппонентов и действительно был хорошо готов к дарку но он сам признался что он мало что знает о стиле игры су а су настолько не палился что по-моему все мало знают о его стиле игры и где-то сыграл стандартно где-то сыграл нестандартно где-то подловил оппонента на вот таких истинно зерговских мулах стремительных атаках которым ну шоу тайм на какое-то получается девятый час игрового дня ну был уже не готов я не думаю что мы можем назвать это проблемами формата потому что все абсолютно в равных условиях ну да шоу тайм играл первый матч су играл второй матч какой-то разрыв конечно есть но в любом случае все в студии с самого утра все сидят здесь все в равных условиях видимо су в том числе банально выносливее оказался и победа его конечно же заслужена жалко что из группы а оба весьма перспективных некорейских игрока вылетают но с этим уже ничего не поделаешь теперь это уже история дарк и су два корейских зерга становится двумя первыми участниками плей-офф WCS Global Finals и нам с вами остается только послушать интервью с победителем и дальше уже настраиваться на группу B которую мы будем смотреть завтра в компании Алекса наверняка СУ зададут вопросы про вот эту муту с коррапторами ну а потом смикс всеми доступными ей средствами покажет свою заинтересованность победу приносит победу СУ место в плей-офф WCS Global Finals ты проходишь четвертьфинал скажи что это значит для тебя спустя два года снова оказаться в плей-офф в плей-офф у меня есть снова хочется оказаться в Анахайме и единственное мое желание теперь это не оказаться снова вторым играть шоу-тайма против Дарка оказалась очень близким матчем ты явно смотрел эту игру изменилось ли как-то твое восприятие шоу-тайма по итогам того матча и с каким настроением ты подходил к этому финальному противостоянию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я давно уже знаю Шоу Тайма, что это сильный игрок, и близко не было никакой недооценки, так что его результат против Дарка не поменял как-то существенно моё восприятие, то, что я готовил, и думаю, что именно поэтому я и смог так всё хорошо отыграть, и хочется также поблагодарить Тру, потому что я сегодня использовал тот стиль, который он применял ранее, несколько лет назад, и позаимствовал некоторые его идеи. Что ты считаешь по поводу своих шансов в плей-офф? Такой вопрос. Как оцениваешь шанс? Я много в последнее время экспериментировал, менялся, свой стиль, пробовал разные штуки, и думаю, что это в том числе повлияло на то, что мне удается в последнее время показывать неплохие результаты. Надеюсь, что на Близконе в плей-офф это не прервётся, и кто знает, может быть, мне наконец-то удастся всё-таки взять первое место, стать чемпионом. Что ж, завершающее поздравление Суу. Действительно, надо сказать, что видны его попытки разнообразить свою игру, и определённые новые стратегии появились, да, и определённо сегодня это был игрок, за которым стало интереснее смотреть, чем раньше, поэтому, ну, наверное, уже не так-то и жалко, что он оказался в плей-офф. Да, вместо него мог быть кто-то из некорейских ребят, но Суу показал хороший результат, показал хорошее выступление, и, конечно же, достоин того, чтобы играть там. Этим наш сегодняшний день завершается, и напоминаю, что завтра в пятницу в 6 часов по Киеву и Москве вас на этом же самом канале, на Твиче, Alex007SK2, ждёт, собственно, сам Alex007SK2, который прокомментирует зубодробительную группу B, в которой сразятся Serral, Maru, Stats и Time, настоящая группа смерти. Так что ждём вас всех в эфире, я лично жду в чате, ну, а на сегодня всё, спасибо, что смотрели, у микрофона был Каби, до новых встреч в эфире, пока.